Всем привет, друзья! Вы на канале FlashGames. Да, видосики на канале стали выходить не так часто, как это было раньше. А связано это всего лишь с тем, что паки битс уже всем надоел. Нету былого интереса открывать бесплатные паки, чтобы выловить нужную бронзовую карточку, например. Нету былого интереса открывать будь то паки 81+, будь то голд элит паки, в надежде, что у тебя выпадет топовая карточка. И самое главное, в игре давно уже нет обновлений, а значит нет наших всеми любимых СБЧ. И что когда-нибудь без этого всего паки битс всем надоест было очевидно. И все игроки это поняли в тот же день, когда паки битс был официально удален из магазинов приложений. В связи с этим упала и активность на моем канале. Если раньше за месяц на канал могло подписаться примерно 7-10 тысяч человек, то теперь на мой канал за последний месяц подписалось примерно 250 человек. А если мои ролики в среднем набирали 1-1,5 миллиона просмотров, то теперь это значение меньше более чем в 6 раз. Так что, друзья, мотивации снимать новый контент особо нет, потому что просмотров нихрена не набирается. Полностью уходить я, конечно же, не намерен, но видосы будут выходить уже не так часто, как это было раньше. Ждем октябрь короче и новости от покибиц о новой части. Очень сильно мы отошли от темы, а сегодня я вам покажу... Да, уже поздно, но все равно, может кто-то не выполнил задание Versus Bronze Duels. Ну и составы на Versus покажу, это как бонус у нас будет. Всего лишь 2 состава я вам покажу на 5 турниров. Это задание я выполнил примерно за минут 15-20. Очень легкое задание, которое я не советую никому пропускать мимо себя. Ну а вы, друзья, не забывайте подписаться на мой канал, а также влепить лайк. Ну а мы начинаем. Вот такие турниры мы имеем, составы с рейтингом 74, 82, 85 и 88. Чтобы выиграть все эти турниры, вам понадобится всего лишь 2 состава. Один из них для выполнения задания Bronze Duels. А выполняете вы его вот с такой командой. Очень легко просто разносите сквады бота. Я тут вам даже покажу, как эта команда играла. Первые 3 турнира я выиграл именно этим сквадом. Вот такие вот. Счета были просто огромные. 8-2, 9-0, 10-0. Единственный матч, который немного проблематично для меня сложился, чисто по моей вине, был полуфинал 7-4. В принципе, и 4 турнир, и Суперлигу тоже можете сыграть этим составом. Но я сыграл ее со своей легендарной командой, в которой я изменил 2 позиции. Первый это мой Гомес. Я тут посмотрел, что он вообще ничем не отличается от Сальва Сивилии, который стоял на его месте. Ну и Эмерсона я поставил на правый фланг. Он ничем не отличается от того, что здесь стоял до него. Просто я узнал, что он игрок Барселоны. А в Бетисе играет в аренде. Вот чисто из-за этого. И как обычно, давайте откроем награды за все эти турниры. Давайте начнем с Лайтинграунд. Здесь я предлагаю открыть Спешл Пик и Тотс Паки. Если мне нихрена не выпадет Тотс, то ни один пак вы не увидите. Я, конечно, ни на что не надеялся и правильно делал. Мне нихрена не выпало. Спешл Пик теперь мы откроем. Надеюсь, здесь хотя бы будет что-нибудь интересное. Сумаро, Орье. Ну и в принципе, в общем, все понятно. Переходим в Пики, которые у меня есть. И нихрена себе, откуда у меня 8 Элит Пиков, 2.0. Так, ладно, вот это все мы сейчас откроем. Спешл 86-88. Первый Пик открывает Перешич Фермино. Ничего абсолютно интересного. 78-83. Единственные карточки, которых у меня нет, это карточки Фуд Чемпионс. Так, стоп, почему у меня нету Фуд Чемпионс карточек? Ладно, берем Абдуллах Аль Ганама. Второй Пик я не открою, потому что, скорее всего, здесь не будет того игрока. Я не знаю, Фуд Чемпионс, видимо, в Пиках не падают. Не знаю, с чем это связано. Вроде это тоже спешл карточка. Берем опять Араба Тотса. Этот Пик мы тоже не откроем, потому что все игроки с этим рейтингом в моей команде уже есть. В моем клубе или где-то там, я даже не знаю. Так, Кэш. Варди. Берем, конечно же, Варди. С рейтингом 85. Забираем мы Тотс Кэша. Еще один Тотс. На этот раз центральный защитник Росси. И посмотрите на его физику. 97. Ни хрена себе. Ну и, в принципе, все. Интересного больше ничего не было. Открываем. Айкон Пик. Гарри Линекер, Бутрогеньо и Канаваро. Берем англичанина. Пришло время для спешл свап. Может, реально достойная Тотс карточка выпадет именно здесь? Нет. Но, возможно, это что-то интересное. Блин, почему номинант? Агуэро, блин. Я так хотел карточку. Иммобили. Полстара. Но, ладно, Агуэро тоже неплохо. На этом, друзья, выпуск подходит к концу. Огромное вам спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал. Ну, а с вами был я, Флэш Геймс. Всем всего доброго и удачи.